МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые горожане, дорогие сотрудники ВНИЭФ, сердечно вас поздравляю с наступающим 2021 годом. 20-й год, год 75-летия победы, год 75-летия атомной отрасли. Мы все с вами находимся под впечатлением этих грандиозных событий. И прежде всего я хотел бы поблагодарить и поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов атомной отрасли с этим знаменательным событием. Безусловно, 2020 год, который сформировался и начался масштабными делами в области будущего нашего государства, и в конечном итоге все предложения, которые Владимир Владимирович выдвинул, были приняты всенародным голосованием. Они обеспечили будущее нашей страны, будущее ее величия, будущее ее безопасности. Однако 20-й год, это и год пандемии. Это год суровых испытаний нашего общества, горожан, сотрудников ВНИЭФа. Мы с вами переживаем вторую волну пандемии. Мы с вами вышли на определенную стабильность, но эта стабильность досталась нам дорогой ценой. Массовая болезнь, решение вопросов, связанных с организацией, медицинских мест, оказание медицинской помощи. И я сегодня хочу поблагодарить жителей города за их самообладание, за их ответственность. Особую благодарность хотел бы выразить врачам, медицинским работникам, которые сегодня на передовой, на передовой борьбы с пандемией. Безусловно, что, выйдя на полку, мы рассчитываем в первой половине 2021 года на стабилизацию, на дальнейшее наше развитие, на привычный уклад жизни. Это наша надежда и это наша мечта, которая живет в сердце каждого горожанина, в сердце каждого россиянина. 2020 год, он формировался с ростом нашей экономики, с ростом вала внутреннего продукта, и он выполнен. Мы выполнили все задачи в области гособоронзаказа, мы выполнили обязательства перед коллективом в НИЭФ о росте дохода, выплатили налоги во все уровни власти и создали условия для стабильной работы. Безусловно, 2020 год запомнится нам и очень важным событием в нашей жизни, визитом Владимира Владимировича. Были доложены результаты той громадной работы, которая была сформирована в предыдущие 5-6 лет. И с той настойчивостью, которой Владимир Владимирович вникал в подробности этих работ, вызывает громадное уважение к нашему лидеру, к его способности организовать и направить работу. Однако этот визит ознаменовался еще одним большим событием, которого мы ждали. Определилось понятие Большой Саров, определилось понятие Национального центра физики и математики, определились наши действия в области создания филиала Московского государственного университета. Безусловно, все вопросы, которые будут связаны с развитием Национального центра физики и математики, созданием новых экспериментальных установок мирового класса. И притока сюда талантливой молодежи и талантливых людей связаны будут с особым статусом развития этой территории, статусом федеральным, о котором мы всегда говорили, говорим и будем говорить. Потому что здесь та точка роста, которая на сегодняшний день нужна России. Большие задачи, большие надежды, колоссальная ответственность, ровно все то, что объединяет нашу территорию в ее ответственности перед государством и лично перед нашим президентом. Вступая в 2021 год, я желаю каждого из вас здоровья. Я желаю вам и вашим близким быть здоровыми и счастливыми. Но для этого нужна самодисциплина. Для этого нужны временные ограничения. Я вас убедительно прошу быть корректными внутри семьи, внутри коллектива, внутри нашей городской территории, чтобы не дать возможности распространения пандемии. Это задача номер один в 2021 году. Мы сформировали 2021 год. Мы создали условия для дальнейшего роста и роста выручки, и роста дополнительного дохода и заработной платы в том числе. Все будет хорошо. С наступающим Новым годом! Счастья, здоровья вам и вашим близким! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова